Цепка игра в защите, кураж вратарей, промахи нападающих. Гонболисты Скифа чуть точнее соперников. 3-1 на старте матча. Обмен голами. Игроки Скифа Дмитрий Абрамов и Владимир Нагорный отлично реализовали свои моменты в быстрых атаках. Десятая минута. Скиф сохранил лидерство в счете 5-3. Чувствовали уверенность. Все получалось в защите. В нападении забивали. Были, конечно, и потери, но мы держали баланс. Важные минуты матча. Наши гонболисты попытались развить успех. Гости решили максимально использовать свои сильные стороны. Прежде всего преимущество в опыте и глубине состава. Одна спецбригада выходила на розыгрыш мяча в атаке, вторая с жесткой плотно действовала в защите. Сильный ход белгородских тренеров принес свои плоды. Технолог сравнял счет и мог выйти вперед. Скиф выручил вратарь Вячеслав Шуйский. Голкибер отразил несколько сложных мячей. 20-я минута 10-10. Играл с защитниками. Защита помогала. Я играл. Закрывал свое. Концентрация, самоотдача. Владимир Нагорный еще раз блестяще реализовал выход 1 на 1 и вывел нашу команду вперед 13-12. Белгородцы четко выполняли тренерскую установку. Забили броском из-под защитников. Реализовали семиметровый. Получили численное преимущество. Игроки Скифа проявили характер. Разыграли быструю комбинацию. Артем Дробков забил красивый гол. Первый тайм завершился в ничью. 15-15. Тяжелый гол был. Очень тяжелый. Попал вратарю между ног и забил. Новые ходы в начале второго тайма. Наши гонболисты попытались атаковать через фанги. Здорово сыграл вратарь-технолога Денис Палихов. Три спасения галкипера, два точных броска в атаке, эмоции, подъем, динамичный отрезок. Несколько ярких атак белгородской команды. Гости вышли вперед 23-27. Изначально внимание уделили тому, чтобы вернуться в защиту. Возвращали в защиту, пресекли быстрый переход команды. И вратарь помог. Начали реализовывать броски, доводили до края, до меня. Задняя линия хорошо сыграла, эффектно все забивали. Волевой рывок Скифа. Артем Дробков и Дмитрий Белиновский сократили разрыв до двух баллов. 26-28. Белгородцы взорвались резкой и результативной серией. 27-35. На финише матча мячи лишь немного сократили разрыв. Скиф уступил 30-37. Буквально пару-тройка незабитых мячей. Я думаю, психологически команда выбила из колеи. И после этого уже, я думаю, что тяжело было вернуться в игру. Ну и соперник, соответственно, почувствовал кураж и как-то легко все им давалось. Два следующих матча чемпионата гонболисты Скифа проведут на выезде. 4 и 5 декабря наша команда сразится с клубом Эконила Бобров из Воронежской области. Владимир Стомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7.